Доктор, что с ним? Он похож на зомби. Бросьте ваши дурацкие шуточки, Уильям. Пока не могу понять, но мне это определенно не нравится. Доктор, мне кажется он рычит на меня. Успокойтесь, Уильям. Это у меня в животе урчит от голода. Все-таки лучше я отойду подальше, чтобы он не покусал меня. Мне страшно. Что если вирус не вылечили? Если это так, то тут мы все в опасности. Ты же знаешь, что бежать нам некуда. У нас нет родителей. И эта школа наш дом. Мы с тобой даже пожаловаться никому не можем. Здравствуйте, ребята. Я новенькая ученица Пиппа. Меня только что папа привез сюда. Вы не подскажете, где кабинет директора? Я должна доложить о своем приезде. Привет, Пеппа. Меня зовут Педро. А меня Сьюзи. Я не Пеппа, а Пиппа. Идем. Покажем тебе кабинет. Как же так, Пиппа? В газетах столько писали о тех ужасах, которые творились в этой школе, что желающих учиться в ней не стало совсем. Ведь кому нужна школа с такой плохой репутацией? А твои родители решили тебя сюда устроить. Они что, не читают новости? А что тут произошло? Еще совсем недавно наш директор проводил над учениками опыты. Он экспериментировал с вирусом, который должен был повлиять на наш мозг. Сделать нас послушными. В итоге все пошло не так, как он планировал. И дети стали превращаться в зомби, жаждущих крови. А еще директору во всем помогала завуч Мисс Амбридж. Только его посадили в тюрьму, когда узнали о его экспериментах над детьми. А ее почему-то отпустили. И теперь она управляет школой. Будь с ней осторожна.